Мне очень понравилась вот эта возможность аккорды, которые играются два раза, исполнить именно, как это назвать, на подхвате друг друга. Вот это такое интересное ощущение объединения, дружеского плеча. Оно продолжает это ощущение общего дела, что вместе это согласование, как в песне, более сердечное и более четкое, тонкое. Оно радует просто. Ещё очень радует вот это желание именно в ритме песни исполнять. То есть вот прям, как вот стучат колёса день за нём, есть определённый ритм, и в песне есть этот ритм, и вот к этому ритму стремиться, к нему направляться, это тоже очень так старательность, такую собранность придаёт. И внимание, усердие, чтобы в этот ритм попасть, чтобы с определённым интервалом, но вот чтобы было красиво, чтобы вот это... Какая-то красиво, ритмично. Интереса становится всё больше и больше уже вот за счёт такого ритма, уже как такой следующий шаг. И вот именно ритм песни, именно его постараться сохранить, это такое очень... Как это? Всё внутри ещё уплотняет, оконцентрирует, собирает. Да-да-да. Интересно, да, ты говоришь про ритмы, я сейчас почувствовал тоже, что ритм, это как вот ещё вот этот вот помогал настроиться на чуткость. Этот ритм какой-то он так настраивал, как бы дисциплинировал, что ли, и вот ощутить чуткость, как ты сыграешь, и с самой песней вот в её ритме. Интересно, и сам первый куплет, его слова, здесь как раз там и про ритм есть, и про события, которые происходят в песне, как они происходят непрерывно. И вот сейчас именно такое исполнение, когда один аккорд звучащий два раза мы исполняли по очереди, и вот это вот ощущение единодушия, оно как раз вот, как-то такое ощущение, что помогло почувствовать вот эту вот атмосферу Дома Вагона, его жизнь, его события. Ну, атмосфера, наверное, самое главное. Само вот это ощущение, оно в душе родилось. Как это? Такое ощущение, что слова первого куплета, они словно ярче чувствуются. Всё такое, как будто осязаемое. Сейчас разучивали этот куплет, а здесь слова всегда, всегда, всегда начинаются. И на самом деле вот какое-то ощущение сейчас было такого прям трудового процесса, такого внимания, такого концентрации, ну, оно какое-то такое вот небывалое было, ну, необходимость всё очень чётко выполнять и всё видеть и чувствовать. И сами слова как раз вот этого второго куплета, они как раз вот только ощущение, что они об этом и рассказывают, как всегда-всегда вот наполнены этими чувствами, этим гостеприимством, этим трудом. Всегда в нём чисто и тепло, это же всегда требует поступков, дел чисто и тепло. Следующий шаг, а он совершенно другой по характеру и как раз он помогает почувствовать содержание именно второго куплета. Вообще сказочное. Да, потому что даже по ощущениям, когда играли, вот именно ощущение, когда берёшь эти аккорды, вот именно три, то тут вот это ощущение уже, ну, такое вот, что тут нужно прямо такое и внимание, и концентрация, и именно это труд. То есть это какое-то такое продолжительное, потому что, ну, три аккорда, их вспомнить, ну, даже не вспомнить, а их увидеть и вот найти на грифе, то есть я имею в виду, что найти на грифе и всё по-другому всё, чем два аккорда. То есть намного больше внимания надо и концентрация на песне. А два даже получается анекратные строкам, а здесь уже получается три аккорда, ещё с учётом того, что каждый аккорд играется по одному разу. Когда он звучит два раза, мы его один и другой играем, и за счёт этого получается вот это вот, строчки все сливаются в одну мелодию, в один аккомпанемент, и получается уже такая, как бы, непрерывная, интересная очень. Интересно. Меня поразило соответствие вот того, что мы делали с аккордами, как исполняли аккорды с тем, как это представлено, какое содержание представлено в этом третьем куплете песни. В куплете поётся о такой деятельной благодарности, о желании вот эти вот чувства подаренные, их нести дальше. И здесь сам формат этой игры по одной строчке, вот именно в этом куплете он, вот как ощутился такое ощущение, что вот как тоже строчка, как такой маленький-маленький фрагмент в песне. Но как, но всё равно это фрагмент жизни, в котором вот эти вот чувства песни, их можно ощутить, их можно наполниться, их можно произвести благодаря звукам. Такая радость и благодарность. Мы здесь и встречались же уже со всей песней. Если мы раньше, да, с вами уже только первый куплет, то теперь уже. И сам способ мы смотрели же на открытку. То есть уже не сонстраиваться друг на друга, а именно сонстраиваться самой песней с самой открыткой. А вот чувство вот этого вот единения, такого дружеского притча, оно уже было, оно уже благодаря предыдущему способу оно было. И вот уже сонстраиваться с открыткой и с текстом песни, вот с самой песней продолжилось дальше знакомство уже с самой песней. Такое ощущение, что появилось вот это вот понимание того, что такое действовать в созвучии. В прошлой игре мы объединились, вот как друг на друга посмотрели, кто как играет, вот это вот объединение произошло. А здесь уже такое ощущение, что вот это был такой делопроцесс такой. И вот уже, уже даже не глядя друг на друга, но вот это ощущение единения плеча, оно было непрерывно в течение всей вот, всей игры. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok